Иконы плачут и в других монастырях, но чтобы в таком количестве. 59 образов – это почти треть от всех икон в храме в честь святителя Николая Чудотворца. О чудесном явлении мироточения в Чуркинском монастыре заговорили еще в 2014-м. Первые слезы на иконе святых царственных мучеников здесь заметили 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. На покровах было уже 18, к Великому посту число плачущих образов выросло до 43. 26 ноября 2015 в день святителя Иоанна Златоуста меры заметили на иконе трех святителей. Она стала 59 по счету. Трех святителей, они вообще-то были очень сильные, такие вот духовные пастыри. И они, конечно, в первую очередь помогают, думаю, что от нечистой силы и плюс от заболеваний душевных и телесных. Мера остается на стеклах окладов или стекает сверху вниз. Слезы икон собирают ватой, ею обкладывают каждый лик. Монахи-обители замечают, капли ароматного масла появлялись, как правило, в дни праздников, посвященных иконе. Каждая из них источает свой неповторимый аромат. Есть терпкий, есть древесный запах с нотками кориандра или роз. Искусственно составить такую парфюмерную композицию практически невозможно. Различия монахи-обители объясняют просто. Слезы икон собирают, капли ароматного масла. Мироточит иконы. Чудо, которое наука до сих пор не может объяснить. Общественность этот феномен заставляет поразмыслить. Наш корреспондент отправился в Чурскинскую обитель, где это чудо происходит уже несколько месяцев. Мироточит иконы Спасителя, Божьей Матери и нескольких святых. По выходным сюда один за другим подъезжают автобусы и машины с паломниками. Поклониться чуду, ведь после того, как летом замироточила икона царской семьи... Одна за другим подъезжают автобусы и машины с паломниками. Продолжение следует... 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 Этот правитель, и мы его узнаем по тому же телевидению, этот правитель по этому телевидению расскажет всю правду, Слава так и сказал, всю правду, что делали с Россией на протяжении всего времени. Особенно правда о Ельцине и Горбачеве аж разбудит людей, аж разозлит людей, когда они узнают правду. Люди аж проснутся по-настоящему. И Слава сказал об этом царе. Он не называл царь, он сказал правитель. Имеется в виду, какой последний правитель в нашей России. И он сказал, что это человек, обладающий такой силой воли, что в некоторых случаях он даже будет проявлять жестокость. Просто обстановка так сложится, ему деваться некуда. И он будет проявлять жестокость. И еще Слава сказал об этом правителе, что он на 100% в государственных делах будет управляем Богом. Что его обмануть, обхитрить будет невозможным. Вот такой у нас будет правитель. КОНЕЦ КОНЕЦ Как бы масоны и их слуги не поливали сегодня грязью православных русских патриотов, они ничего не смогут сделать против воли Божией. Нравится им это или нет, последний православный государь, помазанник Божий в России будет и будет дан Богом, как милость Божия для покаяния нашего сбудившегося, спившегося, пронумерованного, закодированного, многострадального народа. Еще раз повторю, православный царь будет явлен Богом, как милость Божия для спасения и покаяния остатка истинно верных Богу в самый последний момент перед самим воцарением Антихриста. Православный государь в России будет явлен Богу в противовес Антихристу. Антихрист является лже-помазанником, и в противовес ему будет явлен истинный помазанник Божий, данный нашему народу для его спасения. Нравится это масонам или не нравится, по пророческому слову преподобного Серафима, это сбудется как дважды два. И время правления этого последнего, в нашей стране царя, будем так говорить, оно совпадет со временем правления мирового Антихриста. Так что они будут почти в одно время. Слава сказал, что когда он придет к власти, этот наш правитель, первое, что он сделает, это почистит он власть правительства, наряду с этим, Слава сказал, он почистит церковь. Веруем и надеемся, что это пророчество истинно. Ведь сам Серафим Саровский пророчествует, что будет у нас царь. Да, вспомним и пророчество Феофана Быстрова, архипископа Полтасского. Он говорит, что не от себя говорю, а то, что мне сказали духоносные, богоносные старцы, что будет у России царь из рода Романовых. И будет он железной волей, гениального ума и пламенной веры. В первую очередь он наведет порядок в Церкви Христовой. Всех еретичествующих, теплохладных архиереев уберет. Оставить одного, а двух от силы трех. Это вы можете проверить. Эти пророчества, они опубликованы во многих книгах. Да. И будет страшным врагам нашим. И поставит новых архиереев. Да. Сохранивших себя в чистоте и верности Богу. То, что мы живем упованием, если доживем на этого царя. И я уверен, он будет. Будет. А то некоторые высказывают сомнение, что пророчество может и не исполнится. Нет, исполнится. А батюшка Серафима просто так ничего не говорит. Он говорит, я от себя ничего не говорю. А то, что мне внушает Дух Святой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok